здравствуйте зрители и подписчики моего youtube канала это видео будет о древнем мегалитическом городе даарсон в древней элирии сейчас больше снеги циговина я хочу сказать что я уже сделал одну часть этого видео это будет как бы продолжение этого видео ну нашел еще какую-то информацию об этом городе и о его мегалитических древних стенах и в этом видео будет продолжение как бы моего предыдущего видео о этом древнем мегалитическом городе кто построил его неизвестно когда построили неизвестно все официальные версии не более чем гипотезы только машина времени может дать ответы на все вопросы есть такая небольшая гипотеза что это так называемая работа пелазгов мне удалось узнать согласно версии геродота и прочих его работ что первый ну так называемый первый человек пелазг появился в аркадии это недалеко от спарты и арголиды такая гористая местность более подробные текстом напишу кто такой этот пелазг живу на счет незапамятные времена рядом с пелазгами очень древней области арголида и мегалитическом городе а мегалитическом городе а мегалитическом городе а мегалитическом городе а Субтитры подогнал «Симон» Первый царь Арголиды Проселенос утверждали Геродоту, что они жили еще в Греции, еще до появления луны на небе, и поэтому его назвали Проселенос. Если я где-то могу ошибаться, если кто-то больше разбирается в древнегреческой мифологии и в истории по Геродоту, он может поправить меня, написав текст под этим видео. Я внимательно прочитаю его версию. Продолжив, у вас есть версия, что вот эти вот древние мегалитические сооружения по всей Греции, частично в Италии и других местах, они были построены так называемыми пелазгами. Есть одна из древних легенд, что пелазги, они были частично гигантами, по крайней мере. И возможно, они контактировали с ханаанцами, которые прибыли из Тира, Библос, Дан и других городов, которые расположены недалеко от горы Хермон. Так называемая гора падших ангелов, ворота падших ангелов. И эти ханаанцы, потомки так называемых падших ангелов и диков, 200 существ, которые, согласно книге Иенаха, спустились на гору Хермон. И так как они посещали Древнюю Грецию, а особенно Арголиду, возможно, вот и Арголидцы, и пелазги, это частично их потомки, этих древних ханаанцев. По крайней мере, от смешения с местными греческими женщинами, с местным греческим населением. И вот есть версия, что этот город Даурсон, в Боснигерце-Гевине, в Древней Ильере, был построен им. И прочие некоторые города там же, построены тоже ими. Везде, где мегалитическая кладка, это все их работа. Согласно одной из версий, я там со свечки не стоял, как оно было на самом деле, не знаю. Но древние греки, все вот такие стены, все такие города, где камень выше, больше по размерам, чем человек, они их называли циклопическими и говорили, что это работа так называемых одноглазых гигантов-циклопов. А согласно одной из версий, что кто эти так называемые одноглазые гиганты-циклопы, тоже говорят, что это эти же хананцы, так как там произошел взрыв относительно недалеко от них, в районе Мертвого моря, так называемых пять городов падших, пять городов-хананцев Мертвого моря, это Содом и Гамора и еще три города хананцев, и там якобы было применено неизвестный вид оружия, было излучение радиации, и признак циклопизма это признак действия сильной радиации. То есть ничего тут какого-то там сверхъестественного нет, все это объясняется обычными явлениями, и гипотетически возможно были действительно эти одноглазые гиганты-циклопы-хананцы, возможно, ну только машина времени может дать на все эти вопросы ответ, и возможно это их рук дело. Все остальное про Дорсон вы увидите дальше в видео, там будут показаны эти мегалитические кладки стен. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему ютуб-каналу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok